Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа «Семь минут». Сегодня у нас в гостях Кириллов Константин Геннадьевич, директор областного театра «Кукол». Здравствуйте! Здравствуйте! Константин Геннадьевич, ну, наверное, самым ярким событием этой недели и вообще, наверное, этого года стал фестиваль «Рязанские смотрины». 15-й по счету уже в этом году он прошел. Расскажите, поделитесь впечатлениями, кто приехал к нам в город в гости, какими впечатлениями поделились они с вами о городе, о зрителях. В общем, все подробностей, все максимально много. Все очень живо, потому что еще даже не все уехали. Конечно, основной состав коллективов уехал сегодня утром, но сейчас буквально в эти минуты идет спектакль Иркутского театра «Кукола и Стенок» на нашей сцене, уже не в рамках фестиваля, поскольку это самый дальний участник, соответственно, самые большие расходы у них на то, чтобы приехать на фестиваль. Поэтому вот они играют сегодня два спектакля, сбор от этих двух спектаклях идут Иркутскому театру в погашение как бы части затрат по перелету. И это наши большие друзья, мы были год назад у них на гастролях, сыграли там 10 спектаклей, они нас великолепно принимали. И мы, конечно же, мы всех любим и всех гостей принимаем. Но сегодня Иркутск. И еще у нас остались болгары, которые тоже улетают завтра. Фестиваль 15-й по счету, фестиваль очень сильный, очень мощный. И это уже говорю я не только от себя, а я передаю те слова наших коллег, друзей, которые приехали на наш фестиваль, которые все без исключения отмечали, включая гостей, не только участников фестиваля. Дело в том, что в рамках фестиваля прошла отчетно-перевыборная конференция Российского Центра Международного Союза деятелей театров кукол УНИМА. У нас вновь переизбранный президент, это Елена Иванова. И новый совет УНИМА, это очень серьезная организация, международная организация кукольников. Вот все отмечали то, что и афиша фестиваля была самой такой за последние годы, не только на Сматринах, но вообще на кукольных фестивалях, самой представительной, самой интересной, с очень серьезными, талантливыми спектаклями. Ну и мы постарались встретить гостей достойно, обеспечить им хорошие условия проживания, питания, благодаря поддержке правительства Рязанской области Олега Ивановича Ковалева, министра культуры и туризма Рязанской области Виталия Юрьевича Попова мы смогли, плюс, конечно же, наши друзья, партнеры, спонсоры, Союз театральных деятелей России, благодаря вот общим таким усилиям бюджет фестиваля состоялся таким образом, что мы смогли обеспечить всех комфортными условиями проживания, питания. Вы видели и снимали вчера те призы, которые получили участники фестиваля. Еще раз повторюсь, фестиваль не конкурсный, каждый участник получает приз фестиваля. Все очень живо, мы еще вот бурлим, несмотря на то, что, конечно же, весь театр, все сотрудники театра, я хочу отдельные слова благодарности сказать всему коллективу Рязанского театра «Кукол», это, конечно, огромная нагрузка, могу сказать, ну, вот буквально не лукавя, в том, что наши цеха, наши художники по свету, звукорежиссеры, наша монтировочная часть, заведующая постановочная частью спали буквально в эти дни фестиваля по 2-3 часа, а в первые дни, так там вообще получалось, что 1-2 часа, потому что за 5 дней на 4-х площадках Рязани, на 4-х сценах, это драматический театр, театр на Соборный, театр «Переход», и на наших площадках прошло 30 спектаклей, и это огромная нагрузка. Еще раз слова благодарности нашим коллегам, это руководство драматического театра, руководство театра на Соборный, театр «Переход», потому что они нам предоставили свои сцены, их коллективы, сотрудники этих театров тоже принимали с таким же теплом и с таким же профессионализмом, как и наш театр, коллективы, приехавшие на фестиваль, работавшие на их площадках. Так что еще раз огромное спасибо. Это огромное большое дело, и мы счастливы тому, что фестиваль, как единый организм, дышал вот все эти дни. И люди, которые участники фестиваля уезжают сегодня, кто-то уже уехал, они частицу тепла Рязани, Рязанщины и нас, рязанцев, они увозят с собой, и до следующего фестиваля два года, и я думаю, что эта частица нашего тепла будет их согревать и побуждать к тому, чтобы снова приехать в Рязань через два года. Я так понимаю, многие из участников фестиваля были в Рязани впервые, как они отзывались о городе, о зрителе? Ну, во-первых, все, конечно же, отмечают очень теплый прием нашей зрительской аудитории, и не только теплый прием, но и воспитанность нашего зрителя. Об этом говорят очень многие. То есть то, как даже наши дети смотрят спектакли, это намного более внимательно. То есть у нас подготовленный зритель театральный, мы стараемся все театры Рязани воспитывать нашего зрителя в хорошем смысле этого слова. Театрально воспитывать. И вот это все отмечают. Ну, конечно же, те, кому удалось посетить Константинова, это вот у нас, вы знаете, что в афише стоял спектакль Большого драматического театра имени Товстоногова из Санкт-Петербурга, когда я снова стану маленьким. То есть это хедлайнер нашего фестиваля. Знаковый спектакль, который в этом году получил «Золотую маску» в номинации «Театр кукол», причем не одну. «Маска» – лучшая актерская работа, лучшая работа режиссера, лучшая работа художника. Вот мы смогли их отвезти в Константиново, в Рязанский Кремль и даже показать что-то из запасников. Опять же, спасибо Борису Игоревичу Игансону, директору нашего музея Есенинского в Константиново, потому что тоже тепло встретили, проводили гостей. А сейчас мы с иркутянами после спектакля тоже поедем в Константиново, чтобы они могли увидеть жемчужину Рязанщины. Конечно, город впечатлил. Опять же, многие отмечали, допустим, наши крымчане очень отметили, что они не ожидали увидеть такой большой город и такой чистый город, что тоже радует, что Рязань выглядит достойно в череде российских городов, и все отмечают, какая она красивая и чистая. Так что вот такие моменты. Ну, конечно же, все коллеги отметили, те, кто впервые приехал на наш фестиваль, отметили наш театр, то есть какой он красивый, какой он технически оснащенный. И вот даже маститые театры, центральный театр Кукол Образцова, ну вот они все сказали, что у вас намного лучше, чем у нас. То есть и техническое оснащение, то есть у них не возникло никаких проблем. Правда, на первом спектакле, который играли на зрители, произошли некоторые накладки, связанные со звуком, из-за того оборудования, которое они привезли. То есть у них просто были какие-то очень старые микрофоны, хотя мы им сразу предложили свои, но они сказали, нет, мы лучше на своих отработаем. Возникли проблемы на первом спектакле, к сожалению, зрители, присутствующие на этом спектакле, качество звука было плохое, то есть он пропадал. Но на второй спектакль мы предоставили им свое оборудование, все прошло отлично и замечательно. Ну и вот художник и режиссер этого спектакля, лурят «Золотой маски» Виктор Никоненко, очень известный в театральном мире художник, сказал, что ну у вас просто такие цеха, такое оборудование, и так вы профессионально слаженно работаете. Вот эти моменты очень приятны. Я очень радуюсь за наш коллектив, и не только я, и Валерий Николаевич, поскольку вот это детище, которое в свое время Валерий Николаевич, это его идея, он придумал. В 1989 году первый фестиваль состоялся, и, конечно же, мы этим дорожим. Пожалуй, это самый серьезный и самый для нас ответственный проект для нашего театра – фестиваль «Рязанские смотрины». Он стал, конечно же, для Рязани знаковым событием, и мы очень надеемся, что несмотря ни на какие трудности, а мы их уже переживали с 1989 года, наша страна и Рязани достаточно много, тем не менее фестиваль жил, ни разу не прекратил своего существования, и мы очень надеемся на то, что и дальше все будет хорошо, и мы будем стараться не только держать эту высокую планку, которую мы для себя задаем, но и стараться все-таки ее поднимать еще выше. Ну что, уже начинаем готовиться к 2017 году? Буквально, да. Уже есть несколько спектаклей, прошло несколько переговоров. Уже театры предлагают на следующий, 17-й фестиваль, уже определенные названия и свои спектакли. Я желаю вам успехов в вашей работе. Я сама лично была поражена вот этому зрелищу, это было потрясающе, и я видела только на видео, у нас ребята ездили, спектакли, к сожалению, к моему большому, но я была на закрытии, я почувствовала эту атмосферу, я почувствовала, как у вас там душевно, как дружно все вот это происходит, но это, конечно, не может не радовать. Спасибо. Я прям вам по-белому позавидовала. Спасибо большое. Спасибо вам большое, Константин Геннадьевич, что пришли к нам в гости. Это была программа «Семь минут», и мы с вами скоро увидимся. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok